Всем привет! Обзор сегодня про карманные радиоприемники. Несмотря на более скромные размеры, маленькая модель стоит почти в два раза дороже, но при этом имеет более широкие возможности приема и более компактных размеров динамик. Сейчас проведем более детальное сравнение. Всем приятного просмотра! KKR24 Technologies Скромная комплектация поставки 106 модели. В комплекте есть только радиоприемник и руководство пользователя, в котором можем видеть все основные технические параметры, базовые функции и перечень доступных диапазонов приема. Эти приемники со мной уже больше половины года. Это и в дождь, и в снег сложились определенные впечатления, так что обо всем поподробнее. Цена конкретно этой модели сопоставима с одним килограммом сыра. Вполне, так скажем, доступная модель, но при этом приемник отлично работает. Из органов управления сверху кнопка – это кнопка включения. Удерживая нажатой, запускаем приемник. Для отключения все то же самое. Удерживаем данную кнопку. Все кнопки на приемнике сделаны из пластика. С помощью кнопки Memory – память. На выключенном приемнике можно задействовать функцию будильника, либо снова коротким нажатием можно отключить. А чтобы настроить часы, удерживая нажатую кнопку, начинают мигать цифры, и с помощью кнопок плюс-минус можно установить правильное время. Переключаемся в будильник. Удерживая снова кнопку, здесь тоже все точно так же можем настраивать. С помощью кнопки Band можем переключаться на разные частотные диапазоны, хотя по факту здесь их всего два. Есть тактильно ощутимый отклик нажатия, но не такой громкий. Эти две кнопки отвечают за регулировку громкости. Регулировать можно в диапазоне от 0 до 40 единиц. По моим сведениям, упрощенные гранты будут называться Гранта Классик. Это не новшество, так и прежде именовали простенькие машины. Но прежде в них были АБС, система распределения тормозных усилий EBD, одна подушка безопасности, вторая появлялась только в более дорогих версиях, блок Aero Glonass. Теперь всего этого не будет. Есть очень выразительная передача речи с металлическим эффектом звучания, который не всем может понравиться. Это скорее из-за применения плоского динамика с полиэтиленовым диффузором. Очень легкая воздушная передача речи, но иногда динамик очень сильно перегружается. Зато такой динамик прекрасно выдерживает различные климатические изменения, осадки, и в отличие от бумаги, не разбухает и прекрасно сохраняет чувствительность динамика. А это прекрасная возможность передачи речи, атмосферы, воздуха и так далее. При включенном приемнике, удерживая данную кнопку, можем запускать сканирование частот, то есть начинается поиск каналов, и каждый сохраняется в соответствии с заданными ячейками памяти. Несмотря на скромный размер телескопа, приемник отлично принимает каналы даже с достаточно низким уровнем сигнала. Ячейки памяти хотелось бы, конечно, побольше, поскольку сканирование идет здесь неполноценно и ограничивается только на 35 ячейки памяти. Хотя даже такое количество станций можно найти не в каждом городе. В приемнике также есть функция ручного поиска. С помощью боковой качельки можно либо шагами выбирать, либо удерживая нажатую кнопку, идет автоматический поиск до ближайшей станции. Но еще при желании можно также в ручном режиме сохранять и радиостанции. Для этого выбираем необходимую частоту и всего лишь короткое нажатие кнопки Memory. И вот так начинает мигать ячейка памяти, которую также можно выбирать любой. И спустя пару секунд станция автоматически сохраняется в заданном ячейке. А с помощью этих кнопок Memory- и Memory+, можно переключаться между уже ранее записанными ячейками памяти, то есть переключение между радиостанциями. А если удерживать нажатую кнопку Band, то включается вот такой замок, и теперь приемник не реагирует ни на одну из кнопок, то есть такого рода защита от случайного нажатия кнопок, и даже перестает работать кнопка включения. При достаточно длительном нощении, смотрим, краска успевает сползать. Если верить этой маркировке, то приемник способен применять как европейский, так и американский шаг переключения, хотя толком пока не разобрался, как переключаться. И в отличие от другого приемника, здесь коротковолновый прием начинается с частоты 87 МГц. И самая большая ценность этого приемника, то, что он умеет работать на двух элементах питания стандарта 3А, 1,5 Вольт, и даже спокойно работает на никель-металл-гибридных аккумуляторах с более низким напряжением, и такой емкости хватает на достаточно длительное прослушивание. На этой модели уже более интересная комплектация, хотя отличается лишь вот таким проводом для зарядки разъем стандарта microUSB. Здесь уже более полноценное руководство пользователя, но, к сожалению, без русского языка, в котором также можем видеть все основные технические параметры и полный перечень доступного частотного диапазона. Для столь компактного размера удивляет также наличие SV диапазона. Качество изготовления и качество материала значительно выше, чем на предыдущем аппарате. Гораздо удобнее организована и кнопка включения, хотя на этой модели для удобства ношения есть еще такой темляк. Дисплей тоже компактных размеров, хороший уровень яркости свечения, хотя сюда есть смысл ставить янтарный светодиод с более низким энергопотреблением и менее ярким свечением. Из органов управления всего несколько кнопок на приемнике. Боковая качелька позволяет регулировать уровень громкости. в самые серьезные действия, которых не было у нас в Великой Отечественной войне. Это довольно-таки страшно. Хорошие качества звучания. Прекрасная передача речи, несмотря на столь компактный динамик, даже при длительном прослушивании такой звук не надоедает. Снизу расположено гнездо для зарядки стандарта microUSB. Рядом слот, так скажем, для расширения памяти и емкость. Можно расширять максимум до 64 гигабайт. Сверху расположено гнездо mini-jack 3,5 мм для подключения наушников или в качестве AUX выхода. И на данном приемнике все тот же самый jack 3,5 мм. Данная кнопка позволяет переключаться между частотным диапазоном. Также позволяет переключить и в режим Hi-Fi в качестве музыкального MP3 проигрывателя. Разумеется, работает при установленной памяти. И для контроля элементов питания есть такой индикатор зарядки. С помощью данной кнопки можно переключаться между ранее сохраненными радиостанциями. С помощью правой кнопки при удержании нажатой запускаем автоматическое сканирование. Поиск проходит в таком быстром беззвучном режиме. Следует отметить также, что поиск начинается с более низкого частотного диапазона. По сравнению с другим приемником получается более широкий охват. Судя по сканированию каналов, здесь непонятно в какую ячейку, какой канал, какая частота записывается. Но при завершении появляется вот такой результат. И как видим, сохранилось более 50 разных радиоканалов. Для того, чтобы привлечь одних и отвадить других, мне пришлось несколько раз открыто проявлять легкомыслие. И употреблять во вред своей доброй славе старания, с помощью которых я рассчитывала ее сохранить. Можете не сомневаться. Теперь сравним и качество звучания, качество приема. Хотя в этой модели реализована гораздо лучшая защита от помех. И благодаря цифровой обработке, DSP более лучшим образом вытягивает качество сигнала. И несмотря на столь компактный размер динамика, приемник звучит очень убедительно. А так в ненастную погоду и в поход, мне кажется, есть смысл брать именно этот приемник. Выставочным проектом 2022 года. Судите сами, объединились 12 институций. На выставке будут представлены уникальные экспонаты. Хотя у данного бренда есть еще гораздо лучший приемник, чем эти оба вместе взятые. Это, так скажем, полноценный, полнодиапазонный карманный радиоприемник. Про него сделаем отдельный видеообзор. Длина телескопа доступной модели совсем короткая, а на этой модели почти 25 сантиметров. Несмотря на столь компактность, вес данных устройств также невелика. Всего 64 граммов, это включая литий-ионный аккумулятор. Вес второго приемника все точно так же со встроенными элементами питания, как видно, чуть потяжелее. Кому покажется маленьким встроенный элемент питания с емкостью 600 мАч, можно попробовать подобрать более емкий аккумулятор. И аккумулятор BL5C сюда точно не влезет. А так встроенного аккумулятора здесь хватает для бесперерывного прослушивания примерно 4-5 часов времени. Сборки здесь отличные, с хорошим качеством пайки, есть маркировка и отличная ремонтопригодность. Но антенна здесь, как видим, более лучшим образом распределяется на феррите. И, возможно, поэтому маленький приемник гораздо лучше принимает и средние волны. А так, если есть хорошее качество, уровень сигнала, то этот приемник также прекрасно принимает на тлескоп. Ну что, любители Тагетиса, здесь, в отличие от рыбок, хотя бы есть послабление. И народное название бархатцы вполне... И само слово «ягода», наверное, с него стоит начать, откуда оно взялось. И почему... много вопросов. Давайте, откуда взялось слово «ягода» и что оно означает. На этом приемнике есть еще такой ESV-диапазон. Напрягает, конечно, очень сильно отсутствие поддиапазонов на разные расстояния, поскольку постоянно перелистывать в ручном режиме в такой обширный диапазон не очень комфортно. Тратиционная медицина. А так, здесь тоже, как и на FM-диапазоне, очень хорошее качество приема. Выйдите все. Хочу поговорить на... Здесь, как раз-таки, очень плотно забиты диапазоны местами. Ну и попадаются много интересных русскоязычных каналов. Есть и много музыкальных. Теперь попробуем прием ESV-диапазон. Музыкальных каналов также достаточно много, но, к сожалению, YouTube их не пропускает. Теперь на приемнике будем проверять потребление тока на столь низком напряжении в 2 вольта. Есть мизерный ток потребления всего 50 микроампер. Если поднять напряжение на нормальное для аккумуляторов 2,5 вольт, ток потребления особо не меняется. А вот контрастность чуть увеличивается. При включенном приемнике это уже чуть больше 30 миллиампер. Достаточно хороший ток потребления. А вот при максимальной громкости ток может достигать даже 100 миллиампер. И на средней громкости от одного заряда можно бесперерывно слушать до 30 часов радиоэфира. В знак поддержки развития канала не помещает лайк, комментарий и подписаться. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.